Теперь смотрите, второй момент лукавства. Я, честно говоря, на эту тему уже говорил с разными людьми, которые имеют отношение к объединенному чемпионату. И все как мантру повторяют одно и то же. Мы выиграем Лигу чемпионов, мы пройдем финансовый фэрплей, никто мне не может ответить на один вопрос. Евгений Леонидович, я смотрю чемпионат Украины регулярно. Какие бы ни были хозяева частные, шахтер начинает этот чемпионат, имея 30 очков в кармане. Сейчас он будет иметь. Потому что у него три команды-дочки, в которых играют преимущественно арендованные у шахтера футболисты. И что, они сдают матчи шахтера? Эти команды играют шахтером не по спортивному принципу, это ни для кого не является секретом. И этих команд теперь в Лиге 5. Скажите мне, зачем, вот вы как президент ЦСКА, зачем в наш чемпионат, в наш, потому что в нем российские команды будут играть, зачем нам шахтер, который вас всех обыграет, как он обыгрывает киевская «Динамо», пользуясь своим механизмом, пользуясь тем, что 80-100 человек на контрактах, которых раздают в эти провинциальные клубы, президент одного из них приходит в куртке донецкого шахтера на матчи своей команды и сидит там в этой куртке. Что это за клуб? Это клуб «Иличовец-Мариуполь». Прекрасно. Евгений Ильич прекрасно знает эту команду. Зачем нам шахтер со всеми этими дочками? Что он даст российскому турбе? Мы поняли, Алексей. Ну, первое. Если отталкиваться от этого, я сейчас должен быть первым приверженцем, что Том не может играть в чемпионате России. Если вы так, как вы рассказали, значит, они однозначно будут «Зениту» что-то сдавать и так далее. Почему? Потому что «Газпром» спонсирует? Нет, хозяева. Вопрос второй. Я вот лично разговаривал с Ренатом Ахметовым. У Коломойского есть футбольный клуб «Динамо», футбольный клуб «Кривбас» и был футбольный клуб «Арсенал», если я не ошибаюсь. Игорь Коломойский один из богатейших людей Украины и владелец Днепра. Так вот, Ренат Леонидович сам мне говорил о том, что самые принципиальные матчи, без всякой, вот даже подойти не могу. Я об этом писал статью. Коломойский дает двойные премиальные. Он дает своей команде 100 рублей, команде второй 200. Потому что ему нужна драка. Он хочет гладиаторский бой. Посмотрите, пожалуйста, статистику матчей «Шахтер-Заря», «Шахтер-Иличевец» и «Шахтер-Металлург-Донецк». 50 игр, и ни одной «Шахтер-Металлург-Донецк» не проиграл. Ни одной. Так не бывает. Я хочу сказать первое, что те клубы, которые называются сейчас, они, скорее всего, в эту лигу не могут войти. Они в девятке вообще-то все.